Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля, и на этом канале я говорю о косметике и красоте. В сегодняшнем видео мы будем с вами распаковывать большой мешок косметики от Cult Beauty, который пришел ко мне достаточно быстро, но после того, как я получила его, я поняла, что мне не доложили один товар, который я заказала также, пришлось его ждать, и это заняло неделю-где-то полторы, да. Поэтому немного было странно начинать видео, в котором у меня не полный ассортимент косметики, да, который я хотела представить перед камерой, поэтому я пока ждала, я заболела. И заболела как раз-таки, когда я пошла в торговый центр на Черную Пятницу. Это была плохая идея, сейчас я понимаю тоже, потому что столько много людей, у нас уже маски не носят, не знаю, это плюс и минус, но все равно так легко дразиться от кого-то, даже не знаешь от кого, да. Ну, у меня есть одна идея, там один мужчина, он чихнул, это мы были еще в аутлетах, до Черной Пятницы, да, когда я пошла. Он чихнул, я отошла назад, и потом пришла моя очередь оплачивать на кассе, и, в общем, я думаю, что это от него подкрутил этот ОРВИ. Ну, в общем, да, это ужасно болеть. Сейчас я чувствую себя получше, это радует, поэтому я вот сегодня поняла, что я больше не могу сидеть дома и ничего не делать, я скучаю по YouTube, я скучаю по деланию видео, вот, поэтому я вернулась. И сегодня у нас на повестке дня чай, он очень помогает, ну, не то, что прям помогает, излечивает, но помогает лучше себя чувствовать, поэтому чирс, тост. Еще я хотела бы посоветовать вам то, что если вы чувствуете, вот, что у вас горло как-то щекочет непонятно, и потом вы понимаете, что у вас уже начинает оно болеть, лучше всего предотвратить, чем потом лечить это все, я вот уже это тоже поняла, потому что ты думаешь, да, ладно, наверное, там пройдет, да, бывает, но, как бы сейчас сезон простуд, и не только простуд, другое заболевание, да, еще по миру уходит, поэтому берегите себя и, в общем, одевайтесь в погоде и принимайте много витамина С из фрукта, из БАДов тоже. Итак, давайте перейдем уже к, собственно, нашей посылке. Посылка ко мне пришла вот таким образом, она очень даже большая, я почему-то думала, она будет меньше, и, в общем, самое главное для того, чтобы получить вот эту огромную сумку с косметикой, вам нужно сделать заказ на Калд Бьюти в момент, когда у них это есть акция, заказ на 120 долларов на сайте Калд Бьюти, чтобы получить вот этот вот пакет, огромный мешок тяжеленный с косметикой, и, на самом деле, когда я пошла на сайт Калд Бьюти, я не понимала, что я хочу купить, что мне нужно, потому что у меня все есть почти, в итоге я там листала, листала и быстренько стала заказывать, потому что ты никогда не знаешь, когда это все раскупится, правильно же, поэтому сейчас я покажу вам, что я купила для того, чтобы получить этот большой мешок с косметикой. Кстати, я точно знаю, что наполнение этого мешка должно быть на какую-то космическую сумму, там, вроде бы, тысяча долларов, я напишу внизу или я позже вам скажу. Итак, первое, что я купила и что я давно хотела, смотря на других блогеров, это вот такая щетка, хотела сказать, это кисть для лица от бренда It Cosmetics, и чем эта кисть для лица хороша? Тем, что она в форме сердечка, я никогда не видела настолько милой кисти, вот давайте мы ее откроем, даже до сих пор ничего не открывала, я много видела у блогеров, там, они делают макияж, и такие оп-оп, и ты видишь, что это вот красоту, ты видишь сердечко, и ты понимаешь, что да, я тоже хочу такую, и, кстати, она, по-моему, выходит только раз в сезон, то есть она не перманентно доступна на сайтах Call Beauty и других сайтах, типа It Cosmetics и так далее, очень, кстати, она мягкая, и мне кажется, эта кисть будет просто идеальна для того, чтобы наносить тональную основу, кистей много не бывает. Далее, я решила купить просто классика, у меня никогда не было палетки от Charlotte Tilbury Pillow Talk, и вот она у меня появилась, я точно знаю, что у настоящих бьюти-бьюти-блогеров есть и должна быть в наличии, да, палетка Charlotte Tilbury Pillow Talk, это просто такая классика, у меня никогда ее не было, я не знаю почему, но когда я зашла на сайт Call Beauty, я поняла, что, наверное, это вот мой шанс, наверное, это мой случай, хоть я понимаю прекрасно, на сайте Sephora или на сайте Charlotte Tilbury, я могла бы купить эту палетку с лучшей скидкой, но, в общем, для того, чтобы получить этот большой пакет с косметикой, мне пришлось купить что-то подороже, понятное дело, чтобы набежала сумма в 120 долларов, и вот таким образом выглядит эта милая палетка, которая просто будет идеальна на каждый день, это, наверное, та гамма, которая сейчас меня привлекает больше, я все-таки сейчас предпочитаю как-то более простой макияж, я не знаю, конечно, сегодня это не так, потому что я решила сделать стрелки, я решила использовать классный шиммер от Pat McGrath, да, я взяла эту палетку, пилоток, классика, всегда нужная вещь в косметическом гардеробе, дальше я взяла что-то необычное для своей бьюти-посылки, это вот такая паста от бренда Marvis, я слышала об этом бренде, кто-то, по-моему, говорил из блогеров, я слышала, или что-то вроде того, отличается от упаковок обычных паст, еще я просто уверена, что эта паста будет смотреться невероятно красиво в ванной, ну-ка, давайте понюхаем ее, мятный сладковатый такой запах, очень приятный, здорово, и, по-моему, эта паста, она сделана в Великобритании, а, она сделана в Италии, круто, никогда не было пасты у меня для зубов, сделанной в Италии, что-то интересненькое, смотрите, что я нашла, я нашла журнальчик в нашей посылке, очень классная обложка, мне нравится, все такое красочное, последнее, что я купила, и чего я ждала так долго, я же думаю, блин, как можно долго отправлять посылку, эту посылку мне отправили очень быстро, но вопрос в том, зачем им было разделять все содержимое посылки, отправлять посылку отдельно, и этот товар отдельно, ну, типа, это просто палетка, она маленькая, неужели нельзя было запихнуть ее тоже в посылку, в общем, эта палетка от Шролл Тилбер, я знаю, это не новинка, это не что-то, что заставит вас сказать вау, но я давно хотела эту палетку, потому что, не знаю, обзоров много как-то обмелькало у меня на Ютубе, да, на странице поиска, и меня просто не оставляла в покое упаковка этой палетки для лица, внутри она выглядит еще лучше, называется, кстати, она Ньют Газм Фейс Палет, в общем, вот таким образом выглядит дизайн палетки, супер красиво, да, сзади все как обычно, внутри эта палетка выглядит просто, ух, невероятно красиво, мне очень нравятся вот эти тиснения, на самих эрефилах это просто безумно красиво смотрится вживую, я, наверное, даже немножко жалею, что не купила ее, когда она только вышла, это смотрится просто нереально красиво, и я думаю, что это те тона палетки, которые мне должны подойти, моему цветотипу, очень даже хорошо, очень надеюсь, что у нас есть и бронзер, и хайлайтер, и румян, и с уверенностью можно сказать, что это, наконец-то, палетка от Шелла Тилбери в такой холодной цветовой гамме, что мы очень любим, это просто будет идеально на зимнее время, я рада, что я ее купила, и вот это то, что я заказала, чтобы получить большой пакет, мешок с косметикой, вроде кажется, что ты много купила, но на самом деле это не так много, если я буду с вами честной, прям вот, ну что это такое, и это все 120 долларов, понимаете, не знаю, косметика подорожала, по-моему, и еще раз сумочка у нас выглядит вот таким образом, она сделана из, я бы сказала, ну не такого прям супер дорогого материала, это очень дешевый материал для меня лично, но она очень тяжелая, и меня это очень радует, итак, первое, что мы здесь видим, это так называемые диски для того, чтобы делать пилинг кожи дома, и бренд называется доктор Денис Гроуз, они могут быть сильными по своему действию, поэтому нужно начинать все-таки, как сказать, понемножку делать так, чтобы кожа привыкла ваша к ним, потому что они могут быть сильными, и тем более, тем более, это extra strength, то есть они очень сильные по своему действию, поэтому нужно быть очень аккуратным, когда ты начинаешь ими пользоваться, и на упаковке написано, что вы можете достигнуть профессиональных результатов у вас, у себя дома, и здесь мы находим три штуки этих патчей, что здорово на три применения, это бренд, он не дешевый в сифоре, поэтому здорово, мне кажется, мы начали очень-очень даже хорошо, давайте перейдем теперь к следующему номеру, почему я говорю номер, это же не адвент календарь, в общем, следующий компонент, вау, я просто в шоке, серьезно, это тонер, тонер от Palace Choice, у меня есть точно такой же тонер, я покупала его в сифоре за какие-то просто бешеные деньги, и он здесь, в этом мешке с косметикой бесплатной, как это круто, вау, честно, я вот в шоке получить полноразмерные это реально полноразмерный тонер от Palace Choice, это, наверное, самый классный тонер, в котором есть BHA кислоты, невероятно здоровская кислота для того, чтобы поддерживать состояние кожи, чтобы, в общем, ваши поры не были огромными, как кратеры вулкана и так далее, безумно рада, что мы нашли наш тонер от Palace Choice, самый классный тоник в этом мешке с косметикой, давайте перейдем дальше, мы находим интеллигентный ретинол 3TR от Medic8, я точно знаю, что этот бренд, он невероятно популярен на Cal Beauty, на Look Fantastic, по-моему, тоже, многие говорят о нем только хорошие вещи, прикольно, мне нравится, как выглядит упаковка этой сыворотки, и я бы сказала, что если бы я увидела это в магазине, я подумала, что это бы стоит, ну, долларов 40, например, потому что это бренд известный, а здесь 0,3% ретинола, витамин Е, скволин, то есть это что-то, что, наверное, не будет настолько сильным для кожи, гораздо мягче, что тоже очень и очень здорово, я как раз-таки ищу сейчас ретинол хороший, у меня есть мой ретинол от как раз-таки Palace Choice, я не знаю, мне кажется, что ретинол от бренда Murat или Murat, он как-то лучше действовал на мою кожу, хотя у Palace Choice отзывы лучше, а у Murat не очень, но будет здорово определенно попробовать этот ретинольчик, как раз-таки вот в декабре, перед Новым годом, чтобы кожу улучшить и так далее, здорово! Я все-таки решила сложить все это вот на стол, чтобы вы видели вообще, что мы находим. Мы видим маска от Amica, это маска для просто мгновенного блеска, ни разу не встречала именно маску в таком формате, это что-то новенькое для меня определенно, и здесь мы получаем 60 мл, я думаю, что на 3-4 применения, это будет просто более чем достаточно, чтобы распробовать вообще, насколько нравится вам продукт или нет, и здесь написано просто мгновенно действующая маска, она делает все самое хорошее с вашими волосами, делает их шелковистыми и блестящими. Далее, что мы находим в этом мешке, это сорбет от бренда Espo, Espo это очень дорогой и классный бренд из Британии, это по сути очищающий бальзам для снятия макияжа, то есть это ваш первый шаг в снятии макияжа, данный очищающий бальзам для снятия макияжа у нас с ароматами, я так понимаю, экстрактами юзу и также имбиря, что очень-очень интересно, я ни разу не встречала очищающий бальзам с ароматами имбиря, давайте же понюхаем это, ну-ка. Такой еле-еле заметный аромат, но ничего прям такого супер необычного, ну такой приятный аромат, немножко сладковатый или даже немножко освежающий, здорово. Здесь у нас 15 миллилитров, мне кажется, на пару применений этого точно будет достаточно. Давайте посмотрим, что у нас, что же я тут вижу. Ммм, 15 паундов скидка, могу получить скидку, введя вот этот код и у меня будет скидочка на мою следующую покупку, здорово, или 20 евро, то есть это равно 20 евро, круто. Далее давайте посмотрим, что же нас ждет. Тушь от It Cosmetics, ей, это прям такой супер маленький размер, даже не тревел, а пробник. Эта тушь обещает супер длину, супер объем и супер эластичное что-то там. И вот таким образом выглядит щеточка этой туши, мне кажется, очень даже обычная форма у щеточки, но будет интересно попробовать эту тушь, возможно, даже сейчас, давайте попробуем ее сейчас. Почему нет? Я как раз не очень много туши сегодня использовала. Нет, это не будет работать, потому что моя тушь, она как водостойкая и ничего не будет видно, когда я использую эту новую тушь. Я пыталась, но, видимо, придется пробовать эту тушь на какой-нибудь другой день, извиняюсь. Далее, ну-ка, это знаете, как поле чудес или что-то вроде того, русское лото. Ей, палетка Наташи Диноны мини лав пеллет, у меня есть эта палетка, поэтому я точно знаю, что я подарю ее кому-то, либо я делаю гивавэй, розыгрыш, да, призов. Я не знаю, что со мной не так, но каждый раз, когда я покупаю мини палетки Наташи Диноны, даже это самый вот классный, типа вот мини лав, я не так часто ими пользуюсь, как я пользуюсь обычными, ну вот палетками обычного размера. Я не знаю, с чем это связано. Палетка мини лав, это классная палетка, у нее очень классная цветовая гамма, если вам нравятся прям вот такие розовые, не то, что кричащие розы, розовые, а пастельные розовые, то вам эта палетка, скорее всего, очень и очень понравится, она реально классная. Честно, я очень рада, что они положили сюда эту палетку, это отличная возможность для вас попробовать такой классный бренд, как Наташа Динона. И хоть это и не нюдовая палетка, все равно это здорово, потому что все мы так или иначе любим розовый цвет, и это просто та самая идеальная палетка, я бы сказала, которая позволит вам сделать такой очень легкий макияж, так и какой-нибудь более вечерний макияж, используя, допустим, даже этот оттенок. Да, это будет просто, скорее всего, идеально смотреться. Далее давайте перейдем к следующему компоненту. Опять, Бриоджио. Вот я не знаю, почему, но очень многие британские компании обожают класть Бриоджио в бьюти-боксы. Я ничего не имею против, в смысле, не только бьюти-боксы, но еще и в адвент-клендерях очень много Бриоджио. Но именно эта маска, она более новая, потому что я точно помню, мы получали с вами маску угольную для волос, также маску просто из их обычной линии, а это уже новинка, то есть эта маска, я уверена, вышла летом, в летнее время. И эта маска у нас с авокадо и киви. Мне кажется, она должна пахнуть просто супер-классно. Давайте же понюхаем. Я обожаю нюхать всякие маски, все, что вкусно пахнет, и потом так... Запах у нее просто в разы лучше, чем у обычных масок Бриоджио. Прям мне очень-очень-очень-очень нравится. Я почему-то думаю, что летом будет более разумно использовать ее, потому что она пахнет очень по-летнему. Ну и, конечно, это тревел-размер, потому что у Бриоджио их маски, они в таких вот огромных банках. Здорово. Я думаю, что на лето это будет просто замечательная маска с потрясающим ароматом. Честно, я уже начинаю быть более чем в восторге. Я уже начинаю влюбляться в этот мешок с косметикой. Давайте посмотрим, что же дальше мы найдем в нем. Далее мы видим такой супер-супер маленький крем, я так понимаю, для лица от бренда Kate Somerville. Это известный американский бренд. И этот крем называется Total Repair Cream Kate Ceuticals. Я даже не знаю, для чего этот крем, какую функцию он выполняет, но по упаковке, какая она маленькая, да, маляпуська, можно понять, что, наверное, он очень дорогой. Почему-то такие у меня мысли возникают. Поэтому я в восторге пробовать и посмотреть, что же это такое, с чем его едят. Я нашла что-то прям объемное и большое. Что же это может быть? Это умывалка для лица от Youth to the People. Это огромная банка умывалки, боже мой. Это сказка или нет? Просто посмотрите, ребят, какая огромная банка этой умывалки. Я точно знаю, что многие очень блогеры обожают эту умывалку от Youth to the People. Это умывалка с кейлом и зеленым чаем. И я точно знаю, что многие любят покупать именно большой объем этой умывалки. У нас продажа в Sephora, потому что, ну, можно сохранить, сэкономить 20%. А я точно знаю, что такая умывалка, она стоит, ну, может быть, долларов 40-45. Тут мы находим, собственно, саму банку и дозатор. Вау! Я никогда не мечтала получить полный размер этой умывалки. Я всегда получаю супер маленький, такие, знаете, типа 10 мл пробник, но полный размер. Я никогда не думала, что я это получу, не платя полную цену за эту умывалку. Она пахнет очень свежо, и я точно помню, что ей очень приятно умываться. Я, когда использую ее, не могу вот сказать, что прям вау, боже мой, это прям самое лучшее. Ну, как бы, она хороша, но, не знаю, я, наверное, никогда не понимала хайпа, но раз у меня есть теперь такая полная бутыль, теперь я точно смогу попробовать ее. Меня, наверное, больше продавала именно умывалка пока что, ну, и, конечно же, тонер, чем все остальное, что мы пока получили. Это так здорово, вау! Смысл этой умывалки в том, что она очень легко очищает ваше лицо, придает сияние и балансирует печь, баланс вашей кожи. Большое количество, как вы уже поняли, экстрактов, суперфудов в ней. Это безумно здорово для кожи, да, правильно же? Поэтому вау! Я просто не могу нарадоваться тому, что мы сейчас открыли. Вау! Как это здорово! Ммм, я уже точно не жалею, что я заказала опять же эту сумку. Далее мы находим что-то очень и очень маленькое, и я так понимаю, это Summer Fridays, и я так понимаю, это какой-то скраб? Нет, это крем, я извиняюсь. Это гель-крем, который мы, кстати, получали в адвенкалендаре. Целая огромная банка, и это мини-размер. Определенно я кому-то хочу подарить, наверное, это. Или попробовать самой, перед тем, как подарить кому-то большую банку этого крема. В общем, этот крем, он без масел, и он в гелевой форме. Он ничем особо не пахнет, как бы это такой крем без запаха. И я ни разу не слышала об этом креме. Я даже ни разу не видела на Трендмуде, что вот Summer Fridays выходит с этим кремом. Интересно, насколько это вообще новый запуск у Summer Fridays или нет. Но здорово, миниатюра кремов, это всегда просто супер классный вариант для путешествий. И поэтому я рада, что нам сюда его закинули. Круто! Ой, у нас, мне кажется, все-таки чуть больше ухода пока получается, чем косметики. Давайте посмотрим, что дальше. По-моему, тут это выпала штучка. Это у нас должен был быть праймер от Milk Makeup. Надеюсь, мы его найдем в конце. Давайте посмотрим, что дальше. Дальше мы видим, вау, это опять же сыворотка. То есть, мне кажется, тут будет, наверное, процентов 70 точно ухода. Это сыворотка от Biosense с квалином и витамином С для того, чтобы бороться с темными точками. Для того, чтобы бороться с темными пятнами на лице. Точно знаю, что бренд Biosense это очень недешевый бренд в Сифории. И, в общем, это очень круто, что нам дается шанс попробовать этот бренд. И здесь мы получаем 10 миллилитров этой сыворотки, что, мне кажется, хорошее количество, чтобы ознакомиться с ней и понять вообще для себя, нравится ли вам она или нет. И решить, в конце концов, покупать ли полный размер или нет. Давайте посмотрим. Вообще, бренды, которые они сюда положили, они на самом деле прям, ну, такие хорошие, они классные. Я определенно без ума от того, что мы получаем. Далее, давайте нарунем сюда, опять же, бренд Herbi Worry. Я не знаю, как это произносить. Herbi Worry? Herbi Worry? Herbi Worry. Наверное, все-таки Herbi Worry. Это опять сыворотка от этого бренда, который называется Cloud Jelly. Я, если честно, хотела попробовать эту сыворотку, когда она вышла. Потому что я видела посты на Trendmoody. И прям, ну, выглядело все очень прям мило и красиво, симпатично. Ну, то, что, наверное, мне понравилось бы. Но я не решилась покупать это, потому что это стоило, вроде бы, там, 45 или 50 долларов за сыворотку, да. И вот здесь у нас шанс попробовать ее. И, наконец-то, здесь в этой сыворотке 3,3 мл продукта. Насколько я поняла, эта сыворотка не просто, да, вот гиалуронка там. А здесь написано, чтобы вы понимали, натуральная гиалуроновая кислота, альтернативная сыворотка для увлажнения. И, в общем, чтобы кожа была такой прям подтянутой, типа того. О, все, я поняла, здесь, короче, большое-большое количество разных трав и экстрактов в составе. Потому что поэтому она считается альтернативной. Вау, да, вот это тот цвет, который меня привлек тоже. Она розового такого приятного цвета. Очень-очень, конечно, все это красиво смотрится. Поэтому, если вы пробовали эту сыворотку от Herbi Worry, я не знаю, я, наверное, сейчас супер тупо произнесла название. Я извиняюсь, я как бы, когда читаю название там в Trend Mood, я читаю это вот как вижу, да, не задумываешься о том, как произносить это. Но когда ты видишь и читаешь вживую название какого-то бренда, ты начинаешь, о, это вообще-то не так произносится. Я думала, в моей голове это совершенно по-другому звучало. Пока что определенно нас прям задаривают уходом. Я не знаю, хорошо это или нет, но мне кажется, это хорошо. Потому что бренды, которые мы получаем, они очень и очень уникальны и они дорогие. Ну, как бы, если это для кого-то важно. Далее. Ммм, это блеск, ей, Tower 28. Окей, что это за цвет? Цвет у нас называется Coconut. Я очень давно, кстати, хотела обновить блеск свой от Tower 28, потому что эти блески, они из натуральных ингредиентов делаются. И, соответственно, они не могут долго храниться, они просто испортятся, да. Срок годности этого блеска, чтобы вы понимали, 6 месяцев. Поэтому, да, нужно, когда вы покупаете его, нужно, короче, им часто пользоваться, чтобы, в общем, деньги не зря были потрачены. Оттенок, как я уже сказала, называется этого блеска Coconut. И мне кажется, у меня этого оттенка не было. По-моему, у меня все-таки был более такой, как персиковый оттенок этого блеска. Я, если честно, в большом восторге попробовать его. Я вот реально, ну, думала на Sephora Baby Sale, стоит ли мне покупать его, этот блеск или нет. И хорошо, что я не купила, потому что нам положили его в эту сумку с косметикой. Как круто! Чтобы вы понимали, цвет этого блеска, он просто идеален для тех, кто, как мне кажется, любит розовый цвет. Он тот самый идеальный розовый цвет, который только можно найти в брендах, которые делают натуральную косметику, органическую. Этот блеск, он хорош. Не могу сказать, что он прям вот самый такой лучший-лучший, потому что он чувствуется на губах все-таки жирным. Чтобы вы понимали, сейчас на моих губах блеск от Nabla, который называется Nabla Shine Theory Lip Gloss в таком красивом золотистом оттенке. И этот блеск, он не чувствуется каким-то, знаете, неприятно жирным, как вот бальзам. Он чувствуется именно как блеск, он как гелевый, да. В общем, если вы не пробовали еще блеск от Tower 28, пробуйте их. Я думаю, что понравится этот бренд тем, кто любит натуральную косметику без всяких там ешек и так далее, химикатов, химических штук. И давайте посмотрим дальше на наполнение этой косметички. Я нахожу, вау, ничего себе, это энзимная умывалка от доктора Барбара Старм. Надеюсь, я правильно произнесла, потому что очень, мне кажется, много сразу вариантов приходит, как читать правильно имя этого бренда. В общем, я ни разу не получала ничего больше, вот, наверное, такого объема чего-то там, что мы получали в Калд Бьюти. Классный размер для того, чтобы попробовать этот бренд. Даже не чувствую пока никакого запаха, к сожалению. Это очень-очень дорогой бренд. Я даже помню, у них есть какой-то адвент календарь, и он стоит там типа 500 долларов, просто за адвент календарь. Я, кстати, очень люблю энзимные умывалки для лица, потому что это не только удобно, потому что вы умываете лицо, но еще и скрабируете умывание, плюс скрабирование после долгого дня насушения макияжа. Это то, что вы хотите сделать, да, вот два в одном, умыться и проскрабировать. И потом лицо у вас такое, прям, как у ребенка, да, очень мягкое, нежное. Вот именно поэтому я люблю такие умывалки энзимные. Наверное, умывалка, которую я покупаю постоянно, это умывалка от Тачи, которая скрабирует и умывает. Вот ее я обожаю. Будет интересно попробовать вот эту умывалку также от доктора Барбары, вы знаете кого. Дальше мы находим такой маленький-маленький. Это дезодорант, вау, не ожидаешь увидеть в такой маленькой упаковке дезодорант. Я, наверное, все-таки ожидала, что это будет какой-нибудь бальзам для губ, но это дезодорант. Это ботанический дезодорант от бренда Malin Goets, и я определенно хочу понюхать, естественно. Ну-ка, пахнет свежестью и лесом, потому что я чувствую аромат каких-то вот еловых. Я, если честно, не прям такой большой любитель натуральных дезодорантов без алюминия. Я использовала много брендов дезодорантов без алюминия, и, как правило, в конце дня все равно ты как-то так или иначе потеешь. И, в общем, сейчас я что-то делаю, я использую дезодорант без алюминия только когда я иду ко сну. Это тот, который от Arms and Hammer, он типа на основе соды. Вот он более-менее, а так на каждый день я использую что-то с алюминием и что-то, что вкусно пахнет также. Мне кажется, это очень умно положить сюда дезодорант, потому что гораздо, наверное, проще влюбиться в дезодорант, в его аромат, да, через вот такой мини-размер. И потом, ой, мне он понравился, и я его куплю. Потому что, как часто мы покупаем дезодоранты на сайтах типа Look Fantastic и Call Beauty? Не часто, я лично не часто. Поэтому, мне кажется, это прикольный такой добавочный подарок в нашей косметичке. Давайте перейдем дальше. Ну-ка. Опять что-то маленькое я выбрала. И это какой-то увлажняющий. Это интенсивный увлажняющий крем. Этот бренд, я так понимаю, называется Meadow. И я о нем ни разу не слышала. Опять же, здесь составит большое-большое количество разных экстрактов трав. И крем этот сделан в Германии, что безумно здорово. Вот опять же, именно поэтому я люблю распаковывать адвенты. И я люблю распаковывать такие вот косметические сумочки, да, с косметикой. Потому что ты узнаешь о новых брендах, о новых брендах, которые ты сама бы не купила никогда. Это здорово. Посмотрю обязательно об этом бренде на сайте Call Beauty. Давайте уже найдем что-нибудь побольше. Вот мне очень этого хочется. Так. Я так понимаю, окей, я не смогу не пройти мимо этого. Сумочка. More glow. Больше блеска. Call Beauty. У меня ни разу не было такой сумочки от Call Beauty, потому что я никогда до этого не заказывала эту косметичку. Мило. Я уверена, что я буду очень часто эту сумочку куда-нибудь носить, там, в магазин, например, да, чтобы складывать сюда продукты. Она, кстати, сделана очень хорошо. То есть, такой материал не какой-то, знаете, дешевый, а он добротный. Вот. И это органический хлопок 100%. Здорово. Прикольно-прикольно. Call Beauty сумочка. Почему нет? Далее. Что мы находим? Бренд Verso. И я точно помню, я находила точно такой же бренд. По-моему, это был то ли крем, то ли умывалка. Я ходила в Ипси. Я не поняла, я думала, что это за бренд, я ни разу о нем не слышала. Вот и тут нам положили его тоже. Здорово. Это крем с ретинолом и витамином С. Я так понимаю, что этот крем будет очень хорошим, чтобы наносить его, чтобы наносить его поверх сыворотки с ретинолом. Или, ну да, наверное, все-таки он больше как ночной, понятное дело. Я определенно хочу сейчас больше почитать о всех этих брендах вообще, что это за бренды, как они основались, история брендов и так далее. Потому что я, мне кажется, знаю большинство американских брендов, но когда дело касается именно британских брендов, это всегда вот какие-то, мне кажется, интересные истории, как бренды основывались и в философиях. Ну, в общем, я почитаю определенно об этом креме и об этом бренде. Он запакован, да, он запакован. Ладно, понятненько. И здесь мы получаем 10 миллилитров крема. Опять же, на применении 5, его точно хватит. По-моему, большинство, опять же, из того, что я вижу на своем столе, это, к сожалению, уход. Скажите, ребят, нравится ли вам получать больше уход или косметику в таких вот сумочках или адвент-календарях? Так, я вижу, что это от Makeup by Mario. Ей! И это лайнер или карандаш для губ, я так понимаю. Да, забудьте, ребят, что я сейчас сказала, потому что это не карандаш для губ, это вообще-то карандаш для глаз. Я не знаю, что-то я прочитала. Лайнер. Я думаю, ну, лайнер так, лайнер, окей. Я точно помню, что у меня точно такой же вроде бы есть. Да. У, это жидкий лайнер, окей, круто. А у меня нет такого, и это очень круто, что они сюда положили его, потому что у меня есть точно такой же лайнер, но не жидкий. Он именно в карандаше, и мне не очень понравился он в карандаше. А вроде бы я слышала очень-очень хорошие отзывы о вот этом лайнере от Makeup by Mario. Вроде бы, на первый взгляд, он очень даже хорошо и замечательно сводчится и смотрится на руке. Для меня сейчас является фаворитом среди подводок. Это подводка от Huda Beauty, ее лайфлайнер. Вот он прям очень классный. Будет очень интересно посмотреть, как подводка от Huda и от Makeup by Mario сравняться, кто лучше. Я обязательно скажу вам об этом в одном из следующих видео. И мне кажется, вы тоже были бы рады, если вы получили бы эту подводку от Makeup by Mario. Давайте перейдем дальше к нашей распаковке. Далее мы находим бренд Amaravitsa, также дорогой бренд, очень известный в Европе и в Британии. И это крем. Круто! Я ни разу не получала крем от Amaravitsa. Я точно помню, я получала их маску, я думаю, года два назад. И эта маска, она безумно жжет кожу. И потом, когда я смываю эту маску, лицо у меня все красное, туда, где нанесла маску. Я просто подумала, что, наверное, она у меня испортилась, потому что это просто очень-очень сильный, как будто бы на лице ожог. И мне это очень не понравилось. Я думаю, что она испортилась, поэтому я от нее избавилась. Когда ты просто смываешь маску, да, от хорошего бренда, и ты видишь, что твое лицо как будто бы в ожоге, все красное, где маска была нанесена, ты будешь, скорее всего, осторожно относиться, да, к продуктам от данного бренда. В общем, это крем. Крем это как бы ничего, это нормально, это безопасно. Крем называется Queen Cream, то есть королевский крем. И здесь мы получаем 5 мл. То есть это будет, скорее всего, такая, как малютка, хоть это и маленький размер крема, да, малютка. Я думаю, что это та же самая упаковка крема большого, в большом объеме. Именно поэтому упаковка чувствуется роскошно и люксово. Давайте же откроем и посмотрим, как этот крем на вид. Такой приятный цвет, розовый. Ну-ка. По аромату я чувствую, что крем пахнет приятно. У него такой универсальный, как базовый аромат, который, в принципе, вы можете у любого крема почувствовать. Пахнет вкусно. Ну, да, приятно. Надеюсь, что он будет работать так же хорошо. Вы знаете, ребят, это так странно и смешно, но у меня ни разу не было помады от Nars. Прям полноценные просто помады. И мне кажется, вот это случилось наконец-то. Конечно же, конечно же, помада не может быть ни в каком другом оттенке, кроме как в оттенке оргазма. Потому что это фишка Nars. И давайте посмотрим на помаду. Мне кажется, ли это мини-размер? Как-то это не очень. Может быть, даже и полный размер. Мне почему-то показалось, что это был маленький размер. Вы скажите мне честно, ребят, выглядит ли эта помада как полноценный размер? Для примера, вот так выглядит помада от Pat McGrath. И вот так выглядит помада от Nars. Ну, то есть, да, возможно, она чуть поменьше по объему, но, в общем, такова упаковка. Для меня просто шок понять, что она выглядела как мини-размер, но это полный размер. И оттенок этот называется оргазм. Ммм, не особо чем-то пахнет. Это точно помада или это блеск? Я извиняюсь. То есть, это сатиновая помада, это не матовая помада. Она будет сатиновой. И давайте, наверное, посвочим ее. Посмотрим, как эта помада будет смотреться. Очень много таких мелких блесточек. Я бы сказала, что она по цвету какая-то более оранжеватая. То есть, я вижу больше какого-то, я не знаю, оранжевого блеска. Мне кажется, румяна в оттенке оргазм, они более розовые, чем эта помада. Она выглядит какой-то оранжевой для этого оттенка. Ну да ладно, круто. Nars, помады от Nars никогда не бывают лишними. Давайте перейдем дальше к нашей распаковке. Так, я чувствую... Ммм, ей, это тонер. Это тонер от Mario Badesco. Это тонер с Вич Хейзелом и также розовой водой. Честно, вот бренд Mario Badesco я не так вот прям... О, вау, Mario Badesco. Я точно помню, когда я приехала в Штаты в первый раз, у меня жутко воспалилась кожа на лице. То есть, много было прыщей. И косметика, который... И уход, который я использовала, был именно от Mario Badesco. Не могу сказать, что прям вот помог-помог сразу. Но через какое-то время, конечно, все зажило. Именно поэтому у меня много воспоминаний с этим брендом. Ни разу не пробовала этот тонер от Mario Badesco. Возможно, даже попробую его. Кто знает. Здорово. И здесь, кстати, у нас получается 59 миллилитров. Так-так-так, надеюсь, что у нас останется что-то сладкое на десерт. Так вот, мы нашли, да, собственно, наш праймер. Вот таким образом выглядит праймер от Milk Makeup. Вроде бы кажется, да, что его здесь очень немного. Но поверьте мне, его хватит вам на месяца три точно. Потому что вам не нужно, ну, прям, очень много этого праймера. Я, если честно, не пробовала ни разу этот праймер от Milk Makeup. Поэтому я в восторге пробовать его очень скоро. Так, что же у нас там еще осталось? Ну, совсем немножко. Совсем немного осталось, блин. А так классно. Мы находим БАД от бренда ХАМ. И я знакома с этим брендом не понаслышке. Если вы помните, мы получали в адвент-календаре от Cult Beauty. БАД от, по-моему, бренда также ХАМ. Точно помню от этого бренда. И там был витамин D3. Вот, солнечный витамин. И это витаминки для волос. Честно, я бы вот лучше получала больше витаминов для волос, чем витамина D3. Это просто мое личное мнение. И в этом БАДе есть очень много разных классных, полезных элементов для кожи. Такие как биотин, витамин B12, цинк, folic acid. Это то, что также очень хорошо для женщин. Женский витамин. Круто! И здесь мы получаем сколько? Шесть витаминок. Здорово! Кстати, по-моему, витаминки от ХАМ или ХУМ. Наверное, все-таки ХУМ. Они очень вкусные, короче. Они реально прям как мармеладки, когда ты их ешь. Здорово! Обожаю витаминки от этого бренда. Что-то последнее? Нет! И последнее, что мы видим, это праймер от бренда Виев. Виев все-таки, наверное. И это бренд известного британского блогера. Продается он на Калбьюти также. Праймер называется этот скин Nova Instant Radiance Primer. То есть этот праймер создан, собственно говоря, для того, чтобы подсветить кожу. И здесь мы получаем всего лишь 5 мл. Мне кажется, даже, знаете, 5 мл вам должно хватить. Потому что праймера обычно, ну, вы наносите там 3 гороша. Особенно, если это подсвечивающий праймер. Скорее всего, вам не нужно очень-очень много его. Очень интересная, кстати, текстура у этого праймера и цвет. Как будто бы он желтит. Вы видите это, ребят? Как будто бы это, знаете, на что это похоже? Это похоже на какой-то тинт. Обычно праймеры, они как прозрачные, но этот он как будто имеет в себе цвет. Вуальный такой. И последнее. У-у-у, нас ждет что-то еще интересное. Так, это на всякие рекламки. Если вы хотели узнать что-то о составе крема Summer Fridays, составе крема от Espe, это здесь тоже есть. И Make Up by Mario их подводка. Тоже, если вы хотели узнать состав. Последнее, что мы нашли. Да, я просто вытащу два этих продукта. Окей. Первое, что меня очень радует уже, это бум-бум крем от Сода Жанейро. Я, кстати, купила набор, в котором я получила огромную такую просто банку этого крема. Я думаю, что крема мне хватит на очень-очень долгое время. Это не прям, знаете, полный размер, это посередине. То есть, у них есть маленький крем, у них есть вот такой размер, у них прям есть большая-большая бодя этого крема. Пахнет нереально. Это, наверное, тот аромат, которым хочет пахнуть любая девушка. Мне так кажется. Он безумно вкусно пахнет. Обожаю его. Мы получаем в этом креме, знаете сколько? 75 миллилитров. Я думаю, что в Сифори такой крем может стоить, я думаю, долларов 25 точно. Если не больше. И последнее, последнее, что мы нашли в нашей косметичке от Call Beauty, это вообще малютка. Это, по-моему, тоже крем. Крем от Drunk Elephant, нашего пьяного слона. Сразу не покупала ничего от Drunk Elephant. Ну, то есть, ни разу. Вот только я получаю пробники и пробники. Может быть, мне нужно пробовать их сыворотку с витамином С. Вот я слышала, что она очень-очень классная. И это крем, в котором мы получаем 5 миллилитров. Не могу сказать, что он чем-то пахнет. Может, потому что у меня нос заложен. В общем, вот так вот это все выглядит. Обычный крем, на первый взгляд. Самое главное, насколько он будет эффективен в увлажнении моей кожи. В общем, получается, это все то, что мы получили в нашей косметичке от Call Beauty. Сейчас я вам покажу полную картинку того, что вы могли получить, если вы купили это тоже. Сейчас вы видите, сколько добра мы получили в этом мешке с косметикой от Call Beauty за покупку. Я купила на 120 долларов косметики. И я считаю, это действительно невероятно здоровский набор. Потому что вы получаете не какую-то странную косметику старую, а то, что вот реально вам хочется использовать. То, что даже я сама бы купила, я здесь нашла. Я считаю, что это очень-очень классное предложение. По-моему, это происходит только раз в году в Call Beauty. И я считаю, что если вы хотите получить вот этот вот мешок с косметикой, то вам заранее нужно определенно узнать вообще, выкрасить у себя, что вы хотите от Call Beauty, составить списочек, чтобы знать, что заказать, да. И потом заказать это, чтобы там, не как я, не бегать по сайту. И получается, что заказывая то, что вам нравится, вы получаете еще больше того, что вам, скорее всего, понравится. Плюс вы получите бренды, которые вы, наверное, хотели попробовать, или мечтали попробовать, или никогда не слышали о них. А это отличная возможность узнать о новых брендах. Это просто невероятно здоровская возможность попробовать вот всю, весь этот уход и косметику за вообще бесплатно, по сути. Ну, потому что вы купили то, что как бы вам нужно, да. И вы получили всю эту косметику и уход, как бы, за бесплатно. То есть, имеет смысл это? Вы за это не платили 0 долларов, 0 евро, 0 паундов. Вот, поэтому для меня, в моей голове, это выгодно. Потому что я, в принципе, купила то, что, как бы, я когда-то хотела. Купить кисточка, там, тени. Шерл Тилбери Пилоток, палетка Шерл Тилбери, да. Так, пасту от Марвис, которую я видела по всему инстаграму. И кисть, в форме сердечка кисти, это вот прям так мило. И, как бы, за все то, что я купила, получить такой бонус, это реально круто. Поэтому я не разочарована, что я, наконец-то, получила эту косметичку, которую я получила в первый раз. Я в первый раз делаю два заказа подряд от Калбьюти. Поэтому, да, ребята, мне будет очень интересно, вообще, заказывали ли вы что-то от Калбьюти в этом году на Черную Пятницу. Или кто-то из вас уже, наконец, получил этот мешок с косметикой. Будет интересно, одинаковое ли у нас наполнение. Заказали ли бы вы на 120 долларов, чтобы получить всю эту красоту за бесплатно? И также пишите, понравился ли вам этот набор или нет. Наверное, я уже об этом сказала, но все-таки. В общем, ребят, окей, я предполагаю, что это видео будет, наверное, длинным. И я извиняюсь за это. Я так давно не записывала видео, что, наверное, я просто хочу выговориться и поговорить, да. Близнецовская натура. В общем, кстати, с первым декабря вас, если вы смотрите это видео первого декабря, или если я загрузила его именно первого, а не второго. В общем, сегодня первый декабря, поэтому я поздравляю вас с официально первым днем зимы. Сейчас я знаю, что на ютюбе такая тема, есть влогмасс. Я не знаю, буду ли я делать свой прелмасс. Вот, я не знаю пока еще, буду ли я делать его, постить каждый день и так далее. Это звучит хорошо, это классная идея, но я пока еще думаю над этим, потому что я просто захожу на ютюб и просто бомбардируют разные блогеры влогом. А с первым днем влог мы смотрим, и ты просто, а нужно ли мне это делать? Вот вы бы хотели увидеть, чтобы я постила каждый день о косметике? Не только косметики, как бы нет, это будет скорее и косметика, и повседневная жизнь, понятное дело, потому что постить каждый день о косметике, это просто, это слишком, too much. Дайте мне знать, ребят, будет очень интересно узнать ваше мнение по поводу этого всего. И да, я, ребят, буду прощаться с вами на этой ноте, надеюсь, что вам это видео понравилось. Будет очень приятно с вашей стороны, если вы поставите лайк под этим видео и оставите комментарий внизу, под этим видео жмите колокольчик, и тогда вы не пропустите мои новые видео никогда. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и всегда оставайтесь красивыми мои принцессы. Ваша Юля, не прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока.